Шалом, дорогие друзья! Через 9 дней у нас праздник Лагба Омер. Умирает Рабишимон Барьюхай, святейший человек. И в эти дни мы везде зажигаем костры, а по некоторым обычаям мы даже кидаем в эти костры и сжигаем одежду. Почему? Что происходит? Очень странные обычаи. Говорят нам наши мудрецы, что Рабишимон Барьюхай поднялся до уровня Адама Решон первого человека до греха. Рабишимон Барьюхай жил в пещере, истязал свое тело, максимально отдалился от материального мира и поднялся до невероятных высот. Мы знаем, что Всевышний дал одежду первому человеку после греха. Если человек святой, ему не нужна одежда. Поэтому в этот день, по некоторым обычаям, мы сжигаем одежду подчеркнуть, что Рабишимон Барьюхай вышел из проклятия греха первого человека, и ему не нужна одежда. Почему мы жгем костры? Потому что Всевышний создал невероятно святой свет, который он спрятал после греха. После греха люди были недостойны наслаждаться этим великим невероятно духовным светом. Но Рабишимон Барьюхай, вернувшись на ступеньку первого человека до греха, мог наслаждаться этим светом, поэтому мы везде жгем костры. В день смерти Рабишимон Барьюхая нужно молиться, Всевышний открыт для всех молитв здоровье. Кому нужна пара, молитесь за пару. Парнаса, любая молитва принимается очень святой день. Вот почему мы жгем костры и по некоторым обычаям жгем одежду, потому что мы хотим подчеркнуть великую святость Рабишимон Барьюхай. Есть еще одно объяснение, почему в этот день мы зажигаем костры. Очень интересно. Итак, внимательно. Ханука длится 8 дней. В 25-го кислева мы зажигаем первую свечу, последнюю свечу мы зажигаем второго или третьего ТВ, это следующего месяца, второе или третье число. Почему? А все зависит от того, кислев в нем 29 дней или 30. Бывает каждый год по-разному. Или месяц полный, или он не полный, 29-30. Если в месяце есть 30-й день кислева, в этот день мы зажигаем свечу. Если в кислеве 29 дней, тогда восьмая свеча третьего ТВ, то есть третья ТВ и 30-я кислева иногда зажигаем, иногда нет, в зависимости от месяца кислева, полный он или нет. И так пришли ко Всевышнему 30-е число месяца кислева и 3-е число месяца ТВ с жалобой, уважаемый Творец. Почему нечестно получается? Иногда 30-го зажигают, иногда 3-го зажигают. Почему все остальные дни стабильно получили свет Хануки, а мы не получаем свет Хануки? 30-е число и 30-е число месяца кислева, 3-е число месяца ТВ, их как бы обделили. Сказал Всевышний, вы правы. И поэтому я сделаю 33-е число, 33-й день омера, будут все жечь костры, чтобы вас, как бы, компенсировать вам ваш ущерб. 30-е кислева обиженная, 3-е ТВ, обиженная, получили свет Лакба омера, чтобы все зажигали свет и никого никогда не обделяли. Вот такой вот честный небесный суд. Итак, через 9 дней мы молимся, 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 потому что Всевышний отвечает на все молитвы.